У нас на обзоре чешский кроссовер Skoda Yeti Рестайлинговая версия с мотором 1.8 TSI С шестиступенчатой механической трансмиссией И полным приводом На этой машине мы объехали практически пол Беларуси От Корши до Гомели Получив несказанное удовольствие от езды по самым разным дорогам И по проселочным, где отлично показала себя подвеска И по шоссе, где великолепная динамика нам позволяла Расскоряться практически с любой скорости И по бездорожью, где надо быть осмотрительным Поскольку дорожный проспект 180 мм И развитый свет, особенно передний Требует аккуратности при езде по разной пересеченной местности Но если подходить к этому с умом и не спешить То я уверен, что у нас все сейчас получится Очень понравился салон Комфортный, эргономичный Никаких претензий к качеству сборки Вообще очень много оценок отлично Мне даже трудно привезти каких-то конкурентов Которые так вот столько набрали бы всех положительных оценок за один раз Есть претензии только разве что к размеру багажника Ну и некоторым вопросам именно компоновки Впрочем, я думаю, что об этом мы поговорим более обстоятельно Когда приедем на место Мы проехали на этом автомобиле почти 2000 км по югу и по востоку Белоруссии Оценили его стабильные ходовые качества Неплохую проходимость Удобство и комфорт И решили приехать на дачу, чтобы обсудить одно из самых главных преимуществ Skoda Yeti И одновременно один из самых главных недостатков автомобиля Багажник и трансформацию салона Главное, что отпугает покупателей Это откровенно маленький багажник До окон Его объем едва-едва превышает 400 литров То есть такой багажник у маленького городского хэтчбека Здесь двойное дно В котором лежит докатка И два корыца со всякими автомобильными прибамбасами Вернее, три, но одно маленькое занятое сейчас тросом Все это можно вытащить И получить дополнительные литров 100 объема Которые по большому счету сильно на грузовместимость не влияют Зато у Skoda Yeti есть такая своеобразная Ну, я бы даже назвал это функцией Особенность модели, присущая многим Skoda Это трансформация салона Которая носит собственный индекс Simply Clever Для этого нам нужно будет переместиться на второй ряд сидений Чтобы все показать сразу Вот сейчас вы видите второй ряд сидений Такой, какой он идет, если можно так выразиться, с завода Потому что подголовник нужно поднять И вот в таком положении здесь могут поместиться три человека Три взрослых человека Несмотря на то, что центральная часть узкая А весь диван разделен именно на три части То есть две как бы базовые И третья вот такая узенькая Которая превращается, если сложить в довольно удобный подлокотник и подстаканник Кстати, подстаканник маленький Баночки сюда влезут Но, скажем, там бутылка 06 уже никак Или стандартная автомобильная кружка тоже не каждая Так вот, на этом узеньком месте вполне может поместиться Кстати, обратите внимание, я сижу сейчас сам за собой Посмотрите, какое расстояние до спинки переднего кресла Более чем комфортно С учетом компактных размеров автомобиля Это, можно сказать, преимущество приличное Так вот, я здесь опять подголовник размещаюсь Вполне удобно Возникает проблема, естественно Как быть с пассажирами по бокам Особенно в области плеч Часто бывает, что три человека сидящие сзади Как-то там пытаются пристроиться Ну, неудобно, короче говоря Здесь решается очень просто Вот, предположим, я сижу рядом с собой Естественно, я буду все равно толкаться плечами Потому что здесь мне дверка придвинет А здесь вот я сам себя придвину Так вот, если я беру и делаю нехитрым образом откидывание спинки То плечи сидящего на вот этом центральном помосте Если угодно Будут чуть впереди И мне будет гораздо удобнее в дальней дороге Тем более, как бы, на, откинуться и ехать Это, конечно, здорово Это не за рулем Это только часть трансформации Трансформации связаны с пассажирами Центральную часть мы можем убрать вовсе Это довольно просто Ну, по крайней мере Если вы способны поднять ведро с водой Если вот сюда вот прозвонить руку Удастся И с помощью этой скобы можно поднять Сектор кресла Вот здесь есть ручечки маленькие Вот они Красненькие Так откидываются И кресло вынимается Ну, как кресло Кусочек кресла Вот такой вот Не очень большой Этот сектор, который мы сняли Мы вовсе можем оставить дома Потому что в некоторых ситуациях Он просто будет мешать А кресло оставшиеся Боковинки, так сказать Мы можем сместить к центру Вот так Раз И Ой, вернуть обратно Получив Таким образом Два вполне Полноразмерных Места Немного смещенных К оси автомобиля Естественно вопрос возникает А зачем это нужно? Здесь нет подлокотников Как бы Шире не стало И особо комфортнее Как бы тоже не стало Зато в таком положении Отлично возить детей Когда сюда ставится кресло Они становятся ближе Во-первых Сюда можно навалить Кучу всяких игрушек И самое главное Что им лучше Им видно вперед Они сидят Мимо водителя Они не пялится В спинку Или подголовника Они видят То, что впереди Для детей это очень важно Они так гораздо меньше встают Их меньше тошнит Ну и всякие-всякие-всякие Плюсы и бонусы Которые есть в этом В этом вот таком положении Разумеется Эти креслица Я тоже могу убрать Точно так же Как и центральную часть Вот с помощью этой ручки Которая, кстати Не только складывает кресло Но и позволяет Регулировать наклон То есть Вот то, что я делал Чтобы сесть рядом с собой Вообще, конечно, докатились Я уже сижу сам за собой Сижу рядом с собой Я скоро уже в багажнике Буду лежать Вместе с собой Все то же самое Те же маленькие красные ручечки И раз Два Три Это, конечно, потяжелее Чем ветроводы Но тоже, в общем Как видите Поддается Получается Такой вот Многоступенчатый Как бы Отсек Для груза Сейчас мы снимем Еще и это кресло Я даже его не буду вынимать Понятно, что точно так же Но снимается без проблем Получается такой вот Своеобразный Здесь Ну, куб, что ли Я думаю, что где-то примерно Под кубометром он и есть А вот тут в багажнике Видите Вот эта вот штуковина Которая держит Вот Ну, вы видели Ванны Пенопластовые Запаску Докатку, вернее Это все тоже Можно убрать И мы получим тогда Ну, довольно большой Получается Грузовой отсек Но, правда, уже без 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 возможности Красивую запаску Ее придется куда-то тут Распихивать Или как-то Убирать Основная идея Всех вот этих Манипуляций Которые я сделал В том, чтобы показать Что Как шутят Просто клевер Как бы Simply clever Система, которая Разработала Skoda Вот по Вот этой вот Глубокой трансформации Салона Она жизнеспособна И она позволяет Из компактного Невероятно компактного Автомобиля С оригинальной Компоновкой Получить Довольно вместительное Протом вместительное Как для пассажиров И Что важно Не просто для пассажиров А видите Как бы Вот с вариациями Для больших Для маленьких Для взрослых Для детей Для спящих В пути Для читающих книгу Конечно Не подойдет Но для смотрящих Вперед Вполне себе Комфортное Комфортное место Что касается Груза Ну Что делать Компактные автомобили В общем-то И грешат тем Что Места в них Не много Но с другой стороны Если вам нужно Перевезти Скажем Холодильник Там не знаю Ну Телевизор С дачи на дачу Или куда-то То вот Как видите Вполне себе Вполне себе Достаточно пространства Чтобы это сделать Ну Мне Честно говоря Лень убирать Все вот это Все что здесь Напихано Но поверьте Это можно сделать Я наспорт сюда Ставил велосипед Целиком Обычно Полноразмерный 28 дюймов Колеса Велосипед Не разбирая его Не снимает даже Третье колесо Сейчас у меня велосипеда С собой нет К сожалению Но я обязательно покажу Когда мы поедем домой А перед этим Мы загрузим сюда Детишек Как бы И покажем Как на самом деле Удобно Вот с креслами Двое детей Ну Как бы обычная Нормальная семья Как помещается Вот в этом Маленьком Собственно говоря Автомобиле Ну вот Как видите Мы разместились Двинув кресла Как можно Ближе к креслой И отодвинув их назад Поэтому и для ног Места много И вот Вперед Как я говорю Хорошо видим Привет Как здорово Путешествовать В хорошей компании